Квартиры с ремонтом под ключ в новом доме на улице Адмирала Горшкова во Владивостоке получили 4 семьи героически погибших военнослужащих в зоне СВО. Ключи от нового жилья вручил губернатор края Олег Кожемяка и командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина. Мы с командующим Тихоокеанским флотом специально приехали с тем, чтобы, безусловно, поздравить вас, оказать вам знаки внимания, уважения, прежде всего, вам, как матерям, как женам, ребят, которые достойно выполнили свой долг, сделали все возможное для того, чтобы защитить нашу страну, для того, чтобы при принципе их товарищей на протяжении всей специальной военной операции показывали образцы героизма и мужества. И, конечно, для нас это большая честь и наш долг позаботиться с тем, чтобы ваши дети были обеспечены жильем. Это наша обязанность, которую мы приняли на себя. Мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы ваши дети чувствовали заботу и правительства Приморского края, командования флота. Поэтому это вопросы, связанные с путевками в летние оздоровительные лагеря, это и с возможностями заниматься в секциях, спортивным, дополнительным образованием. Это условия по школе, поэтому плечо и поддержку, скажем, сослужився в одной же правительстве Приморского края, вы будете всегда защищать. Для нас вы являетесь теми, кто своей силой, волей, силой духа поддерживал мужчину. Сейчас в таком же, скажем, порядке испытывает своих детей. Вдова участника СВО Елена Хасаева сейчас живет с двумя дочерями в поселке Подножье на Русском острове. Очень скоро ее семья переедет в новую квартиру, а пока она определяет детей в детский сад и школу. Мы просто узнали, что есть такой приказ, если не ошибаюсь, 93-й, о том, что членам, вернее, детям, погибших в зоне действия СВО, у кого есть двое более детей, могут претендовать на квартиру в городе Владивостоке, если сами дети и папа на момент гибели все проживали в Владивостоке. По истечению полгода, когда погиб супруг, я подала через МФЦ заявление. Все документы буквально в течение 30 дней со мной связались, что мы проходим по всем показателям. И сказали, что в ближайшее время пригласят на вручение ключей. Мы сами не ожидали, что так быстро. На самом деле все очень быстро произошло. Напомним, в Приморье детям участников специальной военной операции организовали бесплатное питание в школах, занятия в секциях и отдых в оздоровительных лагерях. Для отдельных категорий семей военнослужащих предусмотрены выплаты на приобретение жилья для детей. Диана Иванова, Новости на Восьмом.